всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале спасибо что заглянули у нас сегодня сочетание роллов и кейси заказала донат и он выглядит вот так вот как-то не очень аппетитно на картинке все было намного красочнее и ярче еще нашла такую штуку которую не пробовала попробуем обязательно и роллы тоже это с курицей и с рыбкой соус у меня здесь соевый и такой напиток из холодильника написано сто процент натуральный состав и мы поверили ну да ладно так вкусно картошка мне больше нравится в кейси нежели в макдональдсе причем намного больше она какая-то вкусная хочу сразу перейти к вопросу потому что буду отвечать сегодня только на него вопрос такой большой точнее история моей подписчицы я думаю вам будет интересно я расскажу кое-что из своей жизни девушку зовут василиса василиса огромный вам привет спасибо за теплые слова которые вы написали я все прочитала еще раз огромное спасибо здравствуйте айка смотрю ваше видео просто с удовольствием очень аппетитный стол вкусно кушаете у меня такой вопрос у меня проблемы с мужем из-за того что я хочу переехать в америку я чувствую что рождена чтобы жить именно там вы бы считаете меня сумасшедший но на самом деле у меня такое чувство что в прошлой жизни я жила именно в штатах и сейчас хочу жить именно там не могу вам описать мои ощущения и это выглядит возможно очень глупо но я уверена на 99 процентов что в прошлой жизни я жила там мне очень хочется вернуться к себе домой россия это не моя стихия и муж этого не понимает у него маленькая зарплата но при этом стабильный доход и из-за этого он не хочет переезжать я не знаю что делать разводиться или продолжать жить в нелюбимой стране мне кажется очень интересная тема для разговора знаете почему потому что у меня тоже есть такое ощущение и я всегда его скрывала на самом деле я иногда не говорю на темы которую знаю что вы меня не поддержите не поймете на такие темы я обычно просто не говорю но на самом деле у меня тоже внутри есть ощущение что в прошлой жизни я жила в одной стране и я иногда об этом не рассказываю потому что у меня очень много религиозных подписчиков они начнут писать плохие комментарии как там оскорблять и так далее но я как человек имеем право на мнение я очень уважительно отношусь к исламу и вообще религии в целом но я лично думаю что после смерти мы просто наша душа точнее уходит на небо и там решается вопрос о том что мы достойны того чтобы переселиться в другого человека то есть заново родиться реинкарнации или как это правильно называется я точно не знаю но в общем если мы прожили эту жизнь очень достойно то мы снова рождаемся в маленьком ребенке никто из нас на сто процентов не знает как она есть на самом деле то есть никто кто ушел в тот мир в иной мир не возвращался сюда и не рассказывал нам о том как есть на самом деле но если мыслись логически то откуда взять столько душ например наша душа мы умираем идем на небо например там дальше все остальные и что то есть я думаю что просто жизнь продолжается в другом существе возможно вы будете в следующей жизни например не человеком а муравьем или например каким-то диким животным все наверное зависит от того как вы прожили жизни я так думаю ну к чему я это все возможно я ошибаюсь и возможно моя точка зрения не совпадает с вашей из-за этого не нужно агрессировать просто нужно понимать что на сто процентов не знает никто к чему я это говорю не знаю даже стоит ли об этом рассказывать или нет у меня раньше всегда было ощущение что я в прошлой жизни жила где-то в казахстане не знаю почему вот не могу описать вам вот у меня такое ощущение вот я вижу их флаг возможно мои слова прозвучат как бред сумасшедшего но у меня внутри реально есть такое ощущение почему именно казахстан я не знаю если у вас внутри есть такое ощущение и вы хотите переехать не нужно себя мучить просто возьмите туристическую визу возьмите мужа это не повод расставаться я считаю кто-то должен уступить возможно ваш муж побывав в америке поймет что это офигенная страна для жизни я лично не видела тех людей которые переезжали куда-то за границу в европу в америку а потом жалели об этом и обратно возвращались на родину как минимум я об этом точно не слышала не знаю поэтому если есть желание если вам некомфортно в стране в которой вы находитесь почему бы не переехать столько я блогеров смотрю в тик токи которые переехали кто в турцию кто в америку и все так хвалят страну в которой они живут это говорит о чем человек доволен а самое главное что чтобы человек который живет в этой стране был доволен своей жизнью многие сейчас переезжают например в турцию потому что все дешево вокруг хорошие условия я бы не стала расставаться это однозначно если в остальных во всех ваш муж вас устраивает на все сто процентов только из того что он не хочет переезжать оно того не стоит съездите отдохните посмотрите потом уже делаете выводы многие например пишут в комментариях вот ты всегда говоришь что если человек хочет пусть он переедет а почему тогда сама не переезжаешь так я не хочу меня устраивает но я вас тоже понимаю понятное дело что например бюджет кока-колы одной компании да в америке больше чем бюджет нашей страны это понятное дело что люди там живут намного лучше чем живем мы многих возмутило когда я однажды видео сказала что америка это развитая страна а мы развивающиеся не только мы все снг все развивающиеся все начали вот зачем ты про свою страну так говоришь так далее у меня такое ощущение ребят что вы географии вообще не проходили это не я придумала есть два списка стран развитые и развивающиеся посмотрите в интернете и посмотрите на свою страну в каком из списка она находится то есть это не то что я решила оскорбить всех нас просто это по факту так поэтому мы когда с моим парнем только начали встречаться он тогда должен был поехать в италию и закончить свое обучение и многие кто там учились просто находили там работу получали вид на жительство и продолжали жить там он мне говорил что может быть будет лучше если мы переедем сюда и будем жить здесь я ему сразу сказала что нет я хочу жить у себя на родине представьте вся планета переедет в америку или в европу а кто будет жить здесь как вкусно вот эта штука стоит три моната ну блин это обалденно просто стрипсы внутри чесночный соус огурцы помидора напишите пожалуйста в комментариях у вас бывает такое ощущение что например вы жили в какой-то стране в прошлой жизни или возможно это просто бред сумасшедшего да и вообще казахи мне очень нравится в том плане не знаю на что это влияет откуда но посмотрите просто повнимательно мои комментарии всегда люди из казахстана пишут что-то хорошее в комментариях то ли они довольны своей жизнью и все у них замечательно в стране то ли просто люди такие добрые я когда в россии жила я встречала казахов это были максимально не конфликтные люди то есть очень такие мирные спокойные добрые возможно просто увидев их характер я поняла что это максимально близкий мне характер а может это просто бред сумасшедшего непонятно просто если задуматься например столько человек умирает все души поднимаются вверх например на небо либо рай в либо в ад и сколько мы находимся в этом состоянии в раю и в аду мне кажется ничего бесконечного нету мы не можем находиться на небе наша душа не может находиться там бесконечно это всего лишь мои мысли мне кажется вот например самоубийцы они возможно не получают шанс на еще одну жизнь из одного бизнес-центра я сначала подумала что выпал оказывается нет бросился один парень даже есть видео как он бросается кто-то успел его заснять написал предсмертную записку что жизнь прекрасна но я к сожалению не научился жить не расстраивайтесь не плачьте я ушел 22 года парнем работает в очень крутом бизнес-центре бухгалтером только закончил универ уже работает в этом крутом бизнес-центре взял бросился одно время все новостные портал только и говорили о нем было это наверное недельки две назад еще жить и жить смотришь на таких людей и смотришь на тех которые борются со смертельными заболеваниями до конца в этой борьбе просто ну в общем жизнь одна моя хорошая я думаю если ты хочешь жить в америке оно того стоит лучше сделать это сейчас чем жить постоянно с чемоданным настроением что вот ты хочешь переехать но ты ждешь какого-то удачного момента удачного случая и постоянно ждать 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 это тоже не дело очень вкусные роллы большие роллы но откусывать их тоже не удобно я наелась мои хорошие спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно пишите ваше мнение в комментариях хотя тема очень щепетельная всех люблю целую пока